Безнадёжно больные люди имеют право на максимально возможное облегчение страданий. В этом заключается суть палеотивной медицины. Когда шансов на выздоровление уже нет, врачи должны сделать всё, чтобы заглушить боль. Пожалуй, самое известное учреждение, оказывающее палеотивную помощь – хосписы. Вывести эту систему на новый уровень должны поправки в законодательство о здравоохранении. Во-первых, в соответствии с данными поправками должен вестись регистр данных пациентов. В Ивановской области он был создан уже в 2018 году. Также в соответствии с этим законом прописано обеспечение пациентов, нуждающих в оказании палеотивной помощи медицинским оборудованием на дому. И также применение неинвазивных лекарственных препаратов для обезболивания. На сегодняшний день в Ивановской области развернуто 162 палеотивных койки. В областном центре – это хоспис онкодиспансера, а также отделение палеотивной помощи детям в первой городской больнице, рассчитанной на 10 коек. Здесь тяжёлые пациенты могут находиться одни или с родителями. В прошлом году для отделения закупили противопролежневые кровати. Здесь дети разные и с поражением центральной нервной системы, с поражением опорно-двигательного аппарата, с тяжёлыми онкологическими заболеваниями бывают. В основном здесь получают они помощь, их кормят, ухаживают за ними, моют. Они все находятся на противопролежных системах, потому что формируется куча вопросов с пролежнями, и это помогает в этом отделении, мы помогаем решить эти вопросы. Всего в регионе более полутора тысяч граждан нуждаются в палеотивной помощи. Впрочем, как заверили в Департаменте здравоохранения, 160 коек вполне достаточно. Многие предпочитают оставаться дома, для них за бюджетный счёт приобретаются необходимые технические средства. Главная задача в этой сфере на ближайшие годы – развить мобильную палеотивную медицину. Такая бригада уже есть у хосписа-онкодиспансера. Планируется у нас организация именно выездной палеотивной помощи для обслуживания детского населения на базе Первогородской клинической больницы. В настоящее время проводится работа, естественно, по комплектованию штатами, получение лицензии на осуществление амбулаторно-поликлинической и выездной формы палеотивной медицинской помощи. То есть это всё будет отражено как раз в программе развития палеотивной медицинской помощи. Единый подход к оказанию палеотивной помощи в регионе департамент планирует разработать ближе к лету. Главная задача – сделать эту сферу медицины доступнее и приложить все усилия для облегчения более тяжелобольных, взрослых и детей. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.